Здравствуйте! Я хотел бы рассказать вам о том, насколько удивительна наша эпоха во вращении Земли. Мы являемся вот сейчас, в 2020-е годы, свидетелями аномалий во вращении нашей планеты. Начну я, может быть, издалека. Наша Земля, как известно, вращается вокруг своей оси, и ось вращения Земли покачивается в пространстве. Есть так называемый эффект прицессии и нутации. Его можно продемонстрировать вот на таком простом волчке. Когда вы запускаете волчок, из-за того, что действует сила притяжения, в данном случае, Земли, он начинает описывать такие сложные движения, и его ось вот так вот поворачивается. Это называется прицессия оси вращения волчка под действием сил притяжения. Ось вращения Земли тоже находится под действием сил притяжения Солнца и Луны. Кроме того, Земля же, она за сутки совершает один оборот, и у нее из-за этого возникает центробежная сила, возникает такое экваториальное сдутие. Вот радиус Земли вдоль экватора на 21 километр больше, чем радиус вдоль полюсов. И вот внешние силы Луна и Солнце берут Землю за эти вздутия, бока, и пытаются ее повернуть. Но в физике мы знаем, что если есть вращающийся волчок, и какая-то сила пытается повернуть ось вращения этого волчка, на самом деле ось отклонится перпендикулярно тому направлению, с которого действует сила. Это называется гироскопический эффект. Ну, грубо говоря, эта точка пытается опуститься, но поскольку она прокручивается, в итоге получается, что она опускается, но в перпендикулярном направлении, и вот туда она уходит вниз. Поэтому ось начинает вот так вот у Земли поворачиваться. Поворачивается она за 26 тысяч лет под действием Солнца. И, кстати, с этим связаны и летниковые периоды. О них я скажу отдельно, может быть. Луны, она колеблется, называется нутационные движения. Примерно, ну, 18 лет есть период, есть период 9 лет. Смотрите наш ролик о движениях Луны. Таким образом, вот эта вот прицессия и нутация – это первая важная составляющая в движении оси. Создана очень хорошая модель. Она называлась раньше Мэтью Хэринг Баффет, MHB – это авторы теории 2000. Ее приняли на Международном астрономическом союзе, на ассамблее. Назвали ее теорией International Astronomical Union и АУ-2000. Это современная прицессионно-нотационная теория, очень высокоточная. За нее дали миллион евро, премию Декарта, так называемая. Там был коллектив авторов под руководством Вероники де Хант, очень умной дамы из Бельгийской обсерватории. Но маленькие-маленькие поправочки, которые наблюдают углы ориентации оси вращения Земли, так называемые, наблюдаемые, наблюдают их со станций, расположенных на разных континентах. Это могут быть GPS-приемники, это могут быть большие радиотелескопы, так называемые радиоинтерферометры. Они работают на разных континентах, наблюдают далекие ядра галактик, поскольку вот эти квазары, далекие радиоисточники, их расстояние до них, можно сказать, вселенских масштабов, их смещение на небе минимальное. Они являются очень точными, опорными такими как бы источниками для небесной системы координат. И вот земные станции, наблюдая положение этих далеких радиоисточников, дают нам с высокой точностью углы ориентации планеты, то есть в том числе вот эти поправки к теории прецессии и нутации. Что же там в этих поправках мы видим? Они очень маленькие, это буквально сантиметры какие-то в ориентации планеты. Мы видим, что есть колебания. Колебания в период 430 примерно суток. Называется оно свободная нутация ядра. Свободная нутация ядра свидетельствует о том, что внутри жидкое ядро Земли вращается немножко не так, как твердая поверхность, как литосфера. И вот эти маленькие расхождения между вращением жидкого ядра и всей, так сказать, литосферы видны. Они видны вот в этих остаточных так называемых положениях, то есть в поправках теории прецессии и нутации наблюдательных. Что же с ними не так? Дело в том, что в 2000-е годы сигнал свободной нутации исчез, свободная нутация ядра. И вот в 2022 году он снова исчез. На фоне постоянной такой синусоиды вдруг она пропадает. Возникают такие интересные явления. Что может произойти там в недрах Земли за такие короткие времена? Пока что ответа на этот вопрос окончательного нет. Следующее интересное явление – скорость вращения Земли. Скорость вращения Земли всегда служила мерилом суток времени. 86 тысяч 400 секунд в сутках. Это 24 часа, как мы знаем. Но оказывается, что Земля иногда вращается чуть быстрее, иногда чуть медленнее. Величины порядка, ну, можно назвать, тысячной доли секунды. Одна-две миллисекунды. Человек этого не замечает. Но энергия, которая требуется, например, чтобы раскрутить Землю, чтобы сутки стали на одну миллисекунду короче, то есть, чтобы Земля стала крутиться чуть быстрее, эквивалентной десяткам тысяч землетрясений, подобных произошедших недавно в Турции Газиантеп, магнитудой 7 примерно, 7 с лишним. Значит, по энергетике вот эти вот изменения в скорости вращения Земли, они очень значительны. Вся атмосфера, все ветра, которые дуют, если что-то меняется, могут замедлить или ускорить Землю вот на эти миллисекунды времени. Так вот, в 2023, вот сейчас, особенно в последние три года, Земля вращалась очень быстро. Причем она вращалась быстрее, чем в последние 60-70 лет. В 1930 примерно году мы наблюдаем вот такого же рода аномалии, то есть, около 90 лет назад. И удивительно, что ученые ожидали, что Земля будет тормозиться. В 70-е годы специально разработали так называемую конвенцию о введении дополнительной секунды. Может быть, кто-то помнит, что в конце года, бывает 31 декабря перед Новым годом, вводят дополнительную секунду. Нужно это для чего? Сейчас вращение Земли не является основой счета времени. Время считают по атомным часам. Множество атомных, так называемых, стандартов водородных, сейчас есть цезиевые, даже стронцевые часы, установлены по всей планете. И создается такая сводная шкала всемирного атомного времени. Но из-за того, что Земля может крутиться неравномерно, эту шкалу подправляют. Если видно, что атомное время расходится с шкалой вращения Земли, Universal Time, то атомную шкалу корректируют, делают так называемое координированное атомное время, Universal Time Coordinated. И вот до последнего времени добавляли эту добавочную секунду раз в несколько лет. И тут возникла ситуация, что Земля стала крутиться так быстро, что, возможно, придется вычесть добавочную секунду. Этот вопрос очень заинтересовал общественность, потому что каждое введение добавочной секунды или вычитание по всему миру связано с такими проблемами, что банки, военные должны изменить шкалу в своих компьютерах, то есть притормозить или, наоборот, ускорить вот эти вот часы, приостановить их немножко, если нужно, или наоборот. Значит, возникает такая проблема. Ее уже рассмотрели в ноябре прошлого года. На заседании, на ассамблее Международное бюро мировесов. Бюро мировесов. Внесены предложения убрать вообще добавочную секунду, по крайней мере, рассмотреть это к 2030 году, возможность прекращения вот этих введений добавочных секунд. Но тогда получится, что мы либо должны будем жить по атомному времени, не с координированному с вращением планеты, оно может разойтись и на несколько секунд через какое-то там несколько десятилетий. И тогда астрономия и счет времени совсем будут развязаны друг с другом, никак не сверкнут. Либо нужно будет вводить, может быть, минуту добавочную вместо секунды, но это уже раз, может быть, в столетие. Этот вопрос актуальный, важный. Проблема-то эта стала, потому что аномально быстро вращается планета в последние несколько лет. Хотя на протяжении десятилетий, вот есть 20-летние колебания в скорости вращения Земли, есть вот такие, как мы видим, 90-летние колебания. На протяжении десятилетий мы видим эти явления, а объяснение им до сих пор не найдено. Считается, что океан и атмосфера в течение года из-за изменения ветров и течений сказываются на вот этих вот неоднородностях вращения Земли, а многолетние такие вековые тренды, тренды это тенденции, они не связаны, по всей видимости, с океаном атмосферы, а связаны с какими-то процессами в недрах, может быть, в ядре Земли. Ну и, наконец, еще одну аномалию мы видим в 2017-2020 году. Вот я написал такую книжку, она называется «Вращение Земли и климатические процессы» по материалам своей диссертации. И издал ее в 2022 году. И в этой книге я уже включил удивительное явление, связанное оно с так называемым движением полюса. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но помимо прецессии и нутации, помимо изменений скорости вращения Земли, есть еще, как сказать, маленькие покачивания оси вращения Земли. Это вот все равно, что считать, что есть ось Земли, которая поворачивает за 26 тысяч лет, и относительно этой оси немножечко покачивается сам шарик. Покачивается он с амплитудой порядка от 5 до 10 метров. Называется это движение полюса. Там, в этом процессе, участвуют всевозможные перераспределения масс на планете, изменения фигуры Земли. Земля – это же не абсолютно твердое тело, она деформируется под действием приливов, под действием атмосферного давления. И вот эти маленькие покачивания, там есть годовая составляющая, а есть составляющая, так называемое, чандлеровское движение полюса, амплитудой порядка от 5-8 метров. Оно исчезло. За историю наблюдений более 150 лет, такое было один раз, снова 90 лет назад, где-то в 1928 году или 30-е годы, вот это чандлеровское колебание уменьшалось, 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 практически прекратилось. И когда оно пошло, обнаружили, что оно перевернулось. Что если взять вот колебание синусоиду, после этого уменьшение амплитуды, оно пошло, но перевернутое. Изменилась фаза на 180 градусов. И вот сейчас, в 2020-е годы, мы наблюдаем очень похожее явление. С 2017 по 2020 годы амплитуда этого чандлеровского колебания стала практически очень маленькой. И, похоже, меняется его фаза. Это займет еще, может быть, десяток лет, когда мы точно сможем сказать, изменилась ли она на 180 градусов. Но, похоже, что она меняется. Сейчас наши коллеги из Пулковской обсерватории публикуют статью на эту тему. Я опубликовал в Вестнике Московского университета в прошлом году об этом статью. Это явление пока не находит объяснения. Над ним думают многие годы, ну, фактически уже 100 лет наблюдений. И причина пока не ясна. Есть, в частности, у меня некоторые соображения на эту тему. Мы расскажем о них в следующем ролике. Но я хочу еще объяснить, почему практически это важно. Дело в том, что все космические аппараты, летающие в Солнечной системе, координируются с Земли. Мы должны знать их точное положение. Но станции наблюдений находятся на поверхности планеты. Поэтому очень важно, как сориентирована Земля относительно космического пространства, как расположена ось вращения Земли, как вращается вокруг своей оси Земля. Потому что вот эти вот шестиметровые отклонения на расстояниях, например, Сатурна, превратятся в многокилометровые невязки. Для связи земной и небесной систем координат, для точных измерений астрономических координат, для навигации на Земле, напоминаю, мы же работаем под GPS-спутником сегодня, поэтому как сориентирована планета относительно группировки спутников, важнейший эффект. Без учета координат полюса, без учета скорости вращения Земли, навигация на Земле не достигнет сантиметровых, и уж тем более миллиметровых точностей. Погрешности будут в несколько метров. Это недопустимо ни для военных, ни для гражданских кораблей. Ну, корабли еще ладно, а вот мы пользуемся телефонами, мы ездим по дорогам, у нас есть навигаторы, нам иногда геофизикам нужны точности миллиметровые, чтобы следить за тем, как поднимается земная кора, как движется тот или иной пункт наблюдений. Поэтому, конечно, такие вещи, как параметры вращения Земли, они имеют важнейшее прикладное значение. У нас даже есть служба Российской Федерации, служба времени и частоты, там есть специальный отдел, который занимается наблюдением за вращением Земли и прогнозированием. Вдруг нас отключат от поставок международных данных, и тогда мы должны будем в течение какого-то времени, месяца или два прогнозировать самостоятельно, как будет сориентирована планета. И у нас есть средства мониторинга. В России есть три крупных радиотелескопа. Может быть, они не такие большие, но у них очень большие расстояния между ними. Уссурийск, светлое под Петербургом. Вот этот радиоинтерферометр позволяет России независимо определять ориентацию планеты. Наши данные поставляются в международные центры. Слава богу, пока что международные центры нас не отключают от этих сведений. Но все может быть. И вот этот вот центр в Институте метрологии, в НИИФ-3, он очень важен. Я тоже осуществляю прогнозирование параметров вращения Земли. У меня в компьютере каждый день осуществляется прогноз на 90 дней. Ну, этот прогноз может быть легче осуществлять, чем прогноз курса акций на бирже, потому что он все-таки зависит от физики. Земля – это большое инертное тело. И не так легко изменить вращение Земли. Для этого нужны мощные силы от внешних, может быть, там, Луны и Солнца, либо от каких-то изменений фигуры Земли, либо от ядра и процессов в недрах. Хотя уже сегодня климат тоже связан с этим, потому что всякие перераспределения масс, перераспределения масс на планете по действиям, например, глобального потепления, они меняют немножечко тензоринерции Земли. И вот были сейчас сообщения о том, что очень много интересных статей выходит. Были сообщения о том, что ядро Земли стало вращаться так же, как вся Земля, а до этого оно немножечко вращалось быстрее, где-то на 0,1 градуса в год, быстрее, чем вся Земля. И вот если ядро чуть-чуть медленнее вращается, то момент вращательного движения, он же должен сохраняться, его принимает на себя стальная Земля, она может начать быстрее вращаться. Вот частично объяснение сегодняшнего ускорения вращения Земли может быть связано вот с тем, что ядро чуть-чуть медленнее стало вращаться. Недавно вышла статья, что корейские ученые, ну, совместно с американскими, конечно, посчитали, как откачка воды из подземных источников, ну, вот там в Китае, в Индии, в Пакистане, вообще в азиатском регионе, есть проблема с пресной водой, ее активно выкачивают из резервуаров подземных. Как эта откачка меняет распределение масс на планете и сказывается на движении полюса Земли, то есть фактически человек уже влияет на положение оси вращения Земли. Во-первых, из-за потепления климата, ну и вот, во-вторых, частично из-за расходов пресных вод подземных. И если в течение последних 100 лет полюс дрейфовал в направлении Гренландии со скоростью там несколько сантиметров в год, ну, до 12, то с 2000-х годов траектория немножко изменилась, полюс начал дрейфовать в сторону Великобритании. Связывают это как раз со следствиями глобального потепления, таяния ледников Гренландии и Антарктиды, приводит к перераспределению масс и к изменению направления дрейфа полюса.